Друзья, сегодняшнее компьютерное видео будет не просто про крутые компьютеры, а про крутых людей. Вот никогда не знаешь, как определенный человек принимает свои решения, но сейчас на нашем диванчике основа, которая вызывает слюни у любого нормального парня. Потому что это материнская плата Z490 Aorus Pro AX. Красотища, мама не горюй. Но, наверное, самое ценное и самое главное, это вот этот вот красавчик, который я сейчас держу в руках. Это у нас процессор, который начинается на i9. Это означает то, что здесь, друзья, если учитывать то, что у меня 10 900 киев, 20 поточная штуковина. А если вам скажу то, что это все настолько... Я даже не знаю, вот кем надо быть, чтобы иметь возможность такие вещи просто презентовать. Это один из вас, наш подписчик, сказал, друзья, сделайте так, чтобы эта вещь пошла на благотворительность. Фу, достаточно сложная задача, потому что когда ты имеешь топовую основу и приходится вбухивать еще огромное количество денег, чтобы что-то получилось и наблагодарить целиком комком. Поэтому я подумал и мы решили совместить приятное, полезное во всех смыслах. Сейчас это компьютерное железо отправляется в соседнюю комнатку прекрасному сборщику Никиты и он воссоединит и сделает симбиоз вот этой замечательной основы с уникальной красоты корпусом от Lian Li, огромным количеством вертушек, подсветок и вы сможете насладиться не только эстетически с точки зрения компьютерного железа, но еще прочувствовать момент, потому что сумма выручена от продажи этого компьютера пойдет как раз таки на благотворительные моменты. Мы соберем полностью комп, который сможем презентовать уже за счет того, скажем, вырученных денежек с этой основы. Поэтому, ну просто супер приятно, огромное вам спасибо, что смотрите и такие вещи делаете. Поэтому тот человек, который прислал, не переживайте, сейчас это все соберется в потрясающий компьютер, будет изумительно охлаждаться и достанется прекрасному человеку. Смотри, тут даже маленькая, знаешь, вмятинка есть, которая говорит о том, что наша жизнь не идеальна, но можно стараться делать супер красивые вещи. Пойдемте же врусим, врусим, вручим это наикрутейшее железо и посмотрим, что за компьютерная история сейчас у нас получится. Присаживайтесь поудобней, как говорят, наливайте себе что-нибудь вкусненькое и наслаждайтесь прекрасным компьютерным видео. Собственно, появляюсь я и теперь у нас будет исполнение мечты, наверное, самый большой, потому что эти вентиляторы я в России мало где видел. Поэтому у нас сегодня сборка Лианли. Прямо тотальная сборка Лианли с их офигенными суперскими, причем в белом исполнении вентиляторами. Это Unifun 120 и это самое лучшее крепление, которое могли придумать когда-либо. У нас здесь идут вентиляторы, но необычные. Многие, кто разбирал, может, свои RRX от Sapphire на 580, 570, это Nitro, это пульсы, вы замечали то, что у них вентиляторы построены на контактной группе. То есть в кожуху приделан проводок и контактная группа выведена на сами лопасти, как крепление для вентилятора и можно спокойно поставить туда вентилятор. И у нас также реализованы вентиляторы Лианли. То есть мы имеем две вот такие контактные группы, у нас есть папа и мама условно. И мы просто берем вентилятор, соединяем его в группу, защелкиваем и получаем вот такую монолитную конструкцию. То есть нам не надо ничего придумывать, от каждого вентилятора отводить вот эти вечно болтающиеся где-то провода. Мы подсоединяем также обычную контактную группу к нему, от которой отходит у нас на подсветку в хаб и на фаны, то есть питание. И все. И у нас получается аккуратная монолитная группа, которую можно засунуть в корпус аккуратненько, она будет смотреться просто топчик. Просто огромный респект. Также, чтобы у нас это все было красиво, идеально, у нас здесь идут RGB проводочки. И проводочки у нас непростые. Проводочки эти славятся для Анли тем, что у них вроде как идет тоже через хабовую подсветку, и можно регулировать отдельно каждый светодиод. У них проводок идет с каждым светодиодом, то есть у нас есть земля и условно пять контактов, которые регулируют каждую. Тоже четко. Это у нас было на видеокарту, это два восьми пиновых, то есть у нас можно видюшку запитать здесь добротную. Тут же какой-нибудь 30-80 вообще без проблем. Теперь у нас идет 24 пина. Тут тоже такой же здоровый вентилятор. Ой, какой вентилятор, это у нас кабель подсветки. Также он питается без проблем. И к нему в комплекте идет, чтобы все это соединять, вот такой вот хабик. Этот хабик потом подсоединяется, у нас здесь питание, дата, то есть в материнку воткнуть и там регулировать. И USB-шник, чтобы это регулировать все через софт. Вот такой у нас хабик. То есть режимы тоже можно менять на нем, то есть без проблем тоже так же можно. Охлаждать наш проц будет отличная водянка от Ли Анли, это Galahad A240. Также идет в белом цвете у нас, что у нас наклеечка говорит. У нас 240-й беленький радиатор с такими же белыми трубками и белой помпой. То есть у нас не просто будут белые вентиляторы на водянке, а у нас будет прямо красивая серебряно-белая вода, покрашенная в цвет. Что нашей сборке также придаст какое-то, знаете, типа вот это вот противостояние черного и белого. Ай, да, я же совсем забыл. У этой водянки очень прикольная штука идет в дополнение к воде. Там магнитная, получается, как заглушечка, не заглушечка. То есть если вам не нравится вот эта надпись Ли Анли, вы их не уважаете, но уважаете их производительность. Вы просто заклеиваете это Ли Анли, и у вас красиво светится без надписи. И также идут такие же два вентилятора, только без группы, получается, контактные, а просто на проводочках. То есть можно будет спокойно заменить на эти, либо использовать эти. А, ну и построена она вроде как на платформе... Нет, она построена не на платформе осетек, либо это осетек какого-то прошлого поколения, но не как на современных осетеках. Так что вот так сейчас... А, давай я еще забыл, давай быстренько я скажу там буквально чуть-чуть. Всю питать систему у нас будет... Я про корпус ничего не сказал. Я не сказал ничего про корпус. Это у нас Ли Анли Ди О11 Динамик Мини. Это SFF формат, то есть это как бы и вроде как и мини корпус, но в то же время он и вмещает у нас обычную материнскую плату. За счет вот такого переходничка он ставится вот сюда в заглушечки, и то есть у нас помещается стандартная ATX материнская плата, без проблем. Также у него, как видите, стеклышки. Я думаю, он в представлении вообще не нуждается, потому что это один из лучших корпусов сейчас на рынке, который можно купить за бешеные деньги и собрать в нем производительную продуваемую систему. Блок у нас будет питать это все чифтек голдовый. В городе у нас не было вообще купить что-то быстренько, поэтому мы его заказали с всеми известного оранжевого сайта. Обошелся он нам в 5700 рублей со скидкой, то есть за 650 ватт SFF, SFX формат блока, это будет прям идеально. Под систему, то есть на 10900 и какая-нибудь там 3070 нам впритык, но должно хватить вообще без проблем. Также у него идут обычные проводочки, ничего примечательного, просто какие-то черные какие-то, как 24 пин, обычные, разноцветные, но у нас кабель RGB, поэтому проблем не будет с внешним видом. И оперативная память у нас будет тоже не какая-то, а с RGB-подсветкой. Это Gale Orione 3200.1620. В принципе, обычная память, но зато 32 гига оперативной памяти за 12 тысяч рублей. Я считаю, что это, в принципе, хорошо. Ну все, приступаем к сборке и посмотрим, что у нас получится в итоге. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну давайте немножко пробежимся теперь по программной части подсветки, потому что это самый, наверное, важный момент, когда ты собираешь себе RGB-шный комп и можешь настроить под себя абсолютно как ты хочешь. И что мы имеем? У Лиан Ли есть своя программа, это... Так, подожди, я промахиваюсь. Это у нас L-Connect. У них есть L-Connect 1 для первой версии вентиляторов и L-Connect как раз для наших. Это получается Unifun All. У них еще есть сельки, они чуть попроще. Мы берем наши Unifun All. И при этом, при всем, в этой программе настолько все это заострено, то есть здесь можно менять абсолютно каждый вентилятор. То есть мы берем, перекрашиваем, например, два каких-то желтых, принимаем. И у нас меняются, например, на водянке два желтых. То есть мы... У нас хаб, он подсоединяется в USB. На нем есть четыре положения. То есть четыре можем массиво нацепить на этот хаб и потом через программу, она умная, она очень умненькая у нас. Мы можем менять каждый массив по-своему. То есть добавлять какие-то эффекты, менять подсветку, менять даже... Тут есть у нас, например, менять основную подсветку вентилятора, то есть где у нас лопасти, и менять вот эти вот как декоративные вставки RGB. То есть мы можем также их выбрать и поменять, например, давай на фиолетовый какой-нибудь выберем вот так вот. У нас меняются теперь вставки и меняется подсветка самих лопастей. То есть это просто идеально. Также хочу отметить Лиан Ли стримеры. Это то есть вот эти их кабелечки 24 пин и 28 пин. С ними, с подсветкой, к сожалению, они еще не очень умные. То есть у нас нету подключения в тот же хаб. Но при этом мы имеем отдельный хаб, который подсоединяется к этим двум стримерам, то есть проводам. И мы можем регулировать это все с помощью этого хабика, который я убрал за заднюю стенку. Лезть нет смысла показывать. Там просто поменяется цвет. Но также их можно законнектить в материнскую плату, и потом через софт, например, тот же MSI Center, RGB Fusion, Aura от Asus. Можно будет менять под свои стилистики. То есть поставить, например, монотонный белый цвет, монотонный оранжевый, монотонный любой. И при этом будет все у нас красиво светиться. Что еще можно сказать? Водянка. Как мы ее установили? Установил я ее наперед. Под прошлым роликом, где я устанавливал трехсекционную водянку в тот же Лиан Ли корпус от Лиан Ли. Только это был XL, то, что я ее установил наперед. Люди там были не очень рады. Скажу так. Когда мы ее поставим наверх, у нас здесь получается три секции. Она будет смотреться не так красиво. То есть у нас будет всего лишь два вентилятора, и когда ты будешь смотреть на свой компьютер, это будет не очень красиво. Ну и напереди она смотрится прямо хорошо. То есть у нас засасывается холодный воздух, водянка забирает себе часть, и часть какая-то уходит наверх, то есть вытягивает горячий воздух. В принципе, температуры, как я посмотрел, там были в пределах нормы. То есть для 10900КФ две секционные водянки, что считается для него таким среднячком. Спокойно с ним справляется. Так что вот такой у нас ПК получился. Передаю слово Дане. Такие сборки надо ставить на ресепшн, чтобы когда заходил человек, сразу понимал, что сидят серьезные ребята. Конечно, выглядит это очень симпатично, крутится, вертится. Даже для тех, кто не любит RGB, ты понимаешь, что это не просто у тебя коробка стоит, которая может в интернет выходить или в игрушки играться, а своего рода это произведение искусства. То есть я так скажу, современные сборки стали не просто... Тут уже, не знаешь, речь идет не о потоках, не о мощности видюхи, количестве оперативки, о том, как все это выглядит. Потому что, если раньше это как-то сильно уходило на второй план, то сейчас практически 99% клиентов хотят, чтобы все выглядело примерно вот так. И сборка получилась, по-моему, шикарной, вдохновляющей. А если, насколько мне ребята сказали, учитывая то, что буквально каждый диотик на оперативке можно управлять, и чтобы все, знаешь, однотонно дышало, то ты можешь настроение себе поднимать просто светяшками в корпусе. Но светяшки-светяшками, давайте посмотрим в топовой игрушке, как эта штуковина себя чувствует. 240 Гц, прямо сейчас на Монике выключено, Full HD разрешение ультра киберпанка. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Еще разочек, кстати, сверимся, потому что это важная графика. Смотрим видео, Full HD у нас. И стоп, у нас что иное, давай. Трассировка лучше ультра, пусть у нас здесь будут. У нас DLSS автоматическая. Ну все, все на ультрах. Вот это вот, это справедливо. 240 Гц, щелкаем продолжить. И, ух ты ж, божечки-то мой, напоминаю, здесь у нас стоит 30,7, причем не LHR. Это вообще страшно звучит сейчас, да? Все майнеры сразу напряглись, но нет, это дело такое. Мы с вами получаем загрузку видюхи 98%, работает на 2000 МГц, а и при этом греется 67 градусов. Видеокарта себя чувствует просто 66-67. Потрясающе неудивительно, потому что все продувается насквозь. Здесь видюхи себя чувствуют, знаешь, одиноко-гордо. Момент по CPU. Не знаю, какие твики делал Никитос или нет, но у нас 81 градус, ну в районе 80 скачет, но вы должны понимать то, что наш i9 держит 4,8. Ёшкин дрюк. То есть, я так понимаю, без какого-то грандиозного разгона, 4,8 эта штуковина держит на, это сколько, двухсекционной водянке от Lian Li. Очень неплохо, и при этом, я думаю, какая должна быть игра, чтобы загрузить процесс на 100%, потому что в Cyberpunk 69-70 эта штука работает. И мы имеем с вами 50 кадров. Полные ультра, тут вообще ни одного микрофреза. Фрейм тайм вы также видите достаточно плавный, у нас нет никаких статоров, то есть, картинка супер приятная, немыльная и замечательно в себе работает. Да, надеюсь, что в 2077 году мир будет выглядеть чуть-чуть, что ли, позеленее, потому что, глянь, ничего. Вот попробуй найти хотя бы одно дерево. Вот я, знаешь, вот так ездишь, думаешь, ну вот где, ну вот, смотри. А нет, есть, да, ладно, вопросов нет. Я просто в Cyberpunk не особо играл, поэтому деревья есть, на пляже, видишь. Мне так сразу хочется спрыгнуть с моста в реку, потому что там пляж. Можно, да? Еще слишком мало времени. Серьезно? Ничего не произойдет? Я выживу? Это же... Не-не-не-не, я в хорошем смысле. Ух ты! Буль... Класс. Своего рода игра исполняет мечты. Вот я сейчас не могу сделать в жизни. Да, деревья есть, извиняюсь, друзья. И в районе 55 даже кадров мы получаем с вами удовольствие. Это все, что нужно знать, друзья. Вот про эту замечательную сборку. У нас здесь получилась комбинация основы, которую прислал человек, потому что, конечно, i9 далеко не каждый себе может позволить купить из связки за 490. Это смотрится супер современно. И ультра круто. И план у нас такой. Потому что сборка, ну, я так скажу, она, знаете, почему специфическая? Потому что, если мы говорим про КПД с точки зрения бюджета производительности, конечно, тут ты не инвестируешь в такие вертушки, не инвестируешь во всякие эти лишние нюансы. Но тогда и сборка получается немного более скучная. Здесь же, я так скажу, эта сборка идеально подойдет человеку, который именно... Ну, у него душа горит. У него душа радуется. Ему вот хочется, чтобы это все, знаешь, еще стоял на рабочем столе, он просыпаясь, включал кнопочку, и вот какая лапочка, я так скажу. Ну, для большинства это будет понятно, о чем я сейчас говорю. Эта сборка будет продаваться. Причем основа, вот какая она есть, она остается. И вы должны, как я в начале этого ролика говорил, понимать то, что вырученная денежка будет, по сути, ну, послана на благотворительность в той или иной форме. Мы обязательно про это тоже ролик снимем. То есть, тот человек, который приобретет сейчас этот системник, ну, по сути, ну, делает благое дело. Так или иначе. Огромнейшее спасибо подписчику. Я надеюсь, он не обидится, что не конкретно эту материнскую плату мы дарим, потому что, я так скажу, нужно более, наверное, грамотно распределить бюджет, чем инвестировать огромные деньги и вот такую супермощную систему презентовать кому-то. Она наобитывается, мне кажется. Поэтому нужно лучше, более грамотно с этой денежкой будет поступить. И такой нюанс. Друзья, ценник у нас не фиксированный по причине видеокарт. Здесь стоит сейчас 3070. У нас есть видюшки такие, как 1080, 1080Ti, 2060, 3060-х, по-моему, у нас особо не осталось. То есть, я так скажу, сама основа, она вот какая есть, такой остается. А вот что касается видеокарты, все обсуждаемое, можно хоть даже без видюх, если она у вас есть, это все дело сделать. Поэтому, друзья, вы находите ссылочку внизу в описании к этому ролику, заходите в группу ВКонтакте, и вот быстро наведите на этого молодого человека. Вот он. Я отвечаю. И Никитос быстренько вам отвечает. И если вы заинтересовались, он вам ценничек скидывает. И я надеюсь, она уедет прекрасному человеку. И мы сможем продолжить эту историю уже в лице вот такого добра благотворительного дела. Это будет, ну, грамотно на сегодняшний момент. Спасибо, друзья, что посмотрели. Можно лишь пожелать абсолютно каждому из вас потрясающе красивую сборочку на рабочем столе, которая бы выполняла все ваши функции. Психологический, философский, эстетический, ну, и, конечно, продуктивный с точки зрения игрушек или задач, там, допустим, рендера или графики. Вот все, что вашей душе угодно. На сегодняшний момент человек без компьютера это как, получается, без паспорта практически. Потому что практически, практически, практически все сейчас находится в сети и уже нельзя отделять человека без техники и просто. Поэтому это симбиоз машин, симбиоз биологии, физиологии. Посмотрим, что... очень полноценный киберпанк. Приобретайте себе эту штучку и хорошие ссылочки будут в описании также про наш форум, где вы можете задавать технические всякие вопросики и находить на них ответы. Тоже обязательно чекните, очень полезно, потому что мы его стараемся развивать. И, друзья, само собой, конечно, поскольку это достаточно уникальная сборка получилась, не было опыта у нас работы вот с таким корпусом симпатичным Лиан Ли, их кулерочками, водянкой. Все ссылки в описании вы можете заглянуть себе, приобрести и просто, ребят, поддержать. Мне кажется, сейчас огромное количество производителей понимает то, что здесь уже собирать ерунду не получится и нужно делать качественный продукт, чтобы его покупали ребята, потому что многие смотрят видосики, многие уже понимают, что к чему и просто так уже ничего не впихнешь простому покупателю. Нужно делать качественный товар и делать качественные сборочки. Только тогда люди вокруг будут счастливы. Спасибо, что посмотрели. Увидимся с вами в новых компьютерных историях. Делайте добро, берегите себя и исполняйте свои мечты. Пока-пока.